Добрый вечер. Как правильно бить полицейского? Куда и чем? Ну, так, чтобы отоварить, но при этом тебе за это ничего не было, ну, чтобы в тюрьму не сесть. А как правильно стрелять в инспектора ДПС? Ну, при этом так, чтобы, в общем, тоже ничего не было, чтобы не сесть. Вот кто-нибудь может дать квалифицированные ответы? Да, конечно. Суд. Суд у нас блистательная вершина исполнительной власти. Простите, судебная власть, независимая полностью. Суд дает четкие совершенно ответы на вопросы, что такое хорошо и что такое плохо. И вот сегодня, наконец-то, он блистательно рассказал о том, как именно надо бить полицейского. В качестве примера был использован, ну, мне, например, совершенно неизвестен, но, тем не менее, для кого-то значимый певец Витас. Я про него слышал только неприличные анекдоты. Я никогда не слышал, есть ли у него творчество и связано ли с этим что-нибудь. Но инфинити у него точно есть. Вы помните, как разворачивались события, когда Витас на своем инфинити катался в районе ВДНХ, сбил велосипедистку. В силу, собственно, невменяемости он попытался учинить массу неприятностей людям, принявшим участие в его задержании и обезвреживании. Когда приехала полиция, он еще ногой ударил полицейского. Сегодня в суде он был признан виновным. Он действительно бил полицейского. Это статья 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти». За это дело полагается у нас до 13 лет. Витасу выписали штраф 100 тысяч рублей. Значит, из этого следует, что любой теперь может инспектора ДПС бить ногой. Это всего лишь штраф. Причем, как вы знаете, Витас, он не был, например, в КПЗ до суда. Он был под подпиской о невыезде, потому что никакой общественной опасности он не представлял. При этом в материальных делах потихонечку отсутствуют такие неприятности в поведении Витаса, как угроза оружием. Это статья 119 УК РФ. По этому поводу суд деликатно промолчал. По поводу Ольги Холодовой, которую он сбил на велосипеде, тоже на суде абсолютно никакого рассмотрения не было. При этом свидетели показали, что Витас еще и оскорблял представителя власти. Это 319 УК РФ. И в результате только штраф. Замечательно. Теперь Останкинский суд показал нам, согласно прайс-листу, как именно нужно общаться с инспектором ДПС. До этого момента все-таки была легкая иллюзия, что, конечно, ГАИ это самостоятельное подразделение, но вроде бы в взаимоотношениях гражданина и инспектора ГАИ должен присутствовать закон и какие-то нормативно-правовые акты. Нет, оказывается, прайс-лист. Вот полиция в целом коммерческая структура, ДПС уж и подавно коммерческая структура, поэтому, конечно, суд не стал противоречить фактам и решил, что в данном конкретном эпизоде правильнее всего, чтобы фигурировали не какие-то сроки, а привычные для понимания в том числе инспекторов ДПС суммы, в данном случае 100 тысяч, причем не в пользу мента, которому двинули ногой, а в пользу государства. Государство здесь оказывается главный потерпевший. На этой коллизии государство заработало чистой прибыли 100 тысяч рублей на том, что оно разрешило впредь мочить гадов, простите, бить полицейских ногами при исполнении. Это можно. А что еще интересного у нас? Суд, какие еще прайс-листы? Но вспомните, у нас почем выстрелить в инспектора? 100 рублей. Причем любому стрелку. Стреляющую свадьбу помните, когда ребята катались по Тверской, потом поехали уже к Кремлю, при этом две машины ДПС пытались как-то их догнать и выразумить. По свидетельским показаниям были произведены выстрелы в сторону полицейских и оштрафовали за бибиканье, за тонировку. Ну и потихонечку, в общем, по столничку, ребят, с каждого из вас, там было 16 человек, поэтому по 100 рублей. Значит, стрелять в полицейского при исполнении – это штраф 100 рублей. А какая у нас статья 317? Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа. Знаете, вообще-то, в принципе, у нас смертная казнь в стране не отменена, на нее наложен мораторий. Но вот именно по 317 как раз вышка полагается. Там есть несколько вариантов. Срок лишения свободы, например, от 15 до 20, либо пожизненное, либо расстрел. Ну, на расстрел все-таки пока еще у нас есть бумажка, подписанная Ельцином, но, тем не менее, именно 317 подразумевает не 100 рублей за то, что ты стрелял в мента, а высший мир наказания. Ну, конечно, зависит от того, кто стрелял, как стрелял, где стрелял. И даже уже неважно, из чего стрелял. Хороший травматик, он ведь дверь-то машины насквозь пробивает. Травматический пистолет – он довольно мощное оружие. И именно поэтому бывает убийство по неосторожности, когда кто-то полагает, будто травматика, она недееспособна. Она очень дееспособна. Еще как дееспособна. Просто, к слову, для тех, кто в теме. У нас начальная скорость полета пули пистолета Макарова – 315 метров в секунду. Продаваемый у нас в стране легально травматический пистолет итальянского производства под названием «Инна» имеет двукратное превышение этого параметра. У него начальная скорость полета пули – 600 метров в секунду. С дистанции в полтора метра прошивает насквозь дверь автомобиля. Я проверял. Из своей собственной «Инны» по автомобилю. Ну, правда, не по-своему. Капот, кстати, тоже пробивает. Так вот, оказывается, стрелять в «Минта» – это не 317-я и не вышка, это 100 рублей. Но это судебные решения, которые, согласно утвержденному прайс-листу, объясняют, кому и как можно стрелять. При этом у нас есть такой флюгерный, он же лакмусовый Маркин. Это специальный генерал, который объясняет, что почем и где у нас правда, а где справедливость. Маркин сказал по поводу Витаса, что следствие объективно оценило содеянное, и популярность артиста ни в коей мере не повлияла на расследование дела и на суд. Что мы, конечно же, и увидели. Действительно, популярность Витаса, возможно, он популярен у ментов, она ни в коей мере не сказалась на решении судьи. А вот эта вот удивительная 318-я статья, когда «Минта бьют», и выясняется, что это всего лишь стольник, она фигурирует еще в нескольких уголовных делах, тоже на слуху. Помните такого Максима Лузянина? Он тоже бил «Минта» по данным следствиям. И как и в случае с Витасом, доказано, что это так и было. И как и в случае с Витасом, он тоже пошел на сделку со следствием, что дало ему право рассчитывать на снижение срока и по максимуму получить всего лишь 2 трети. И он действительно получил всего 4,5 года реальной колонии общего режима. Но он был при этом пешеходом, и бил он не гаишника. То есть гаишника за стольник бить можно, а простого наземного мента бить нельзя. Причем Лузянин избрал чисто географически неудачную точку. Он этим занимался не на Красной площади, не на Тверской. Он этим занимался даже не на ВДНХ и не давил никаких велосипедисток. Он этим занимался на Болотной. А вот, например, Алексей Полихович, он задел ОМОНовца по руке и тоже получил по 318-е. Это до трех лет. В отношении него еще суда пока не было, он просто сидит в КПЗ. Но он опасен для общества за то, что задел ОМОНовца по руке. Он даже не бил его ногой, поэтому он сейчас содержится под стражей. А Денис Лыскевич, это тот человек, который ошеломил ОМОНовца, снял с него шлем и кидал с кусками асфальта. Он тоже сейчас находится в КПЗ, причем в случае с Витасом серьезную роль сыграла хорошая характеристика с места работы. На работе Витаса знают как приличного человека. Так вот, Луцкевич тоже приличный человек. Его адвокат принес характеристику с места работы, что он тоже хороший, но Луцкевич при этом все-таки претендует по 318-й на серьезный срок, порядка 13 лет, и тоже содержится пока в тюрьме. Потому что он тоже опасен для общества, в отличие от Витаса. Из этого мы делаем вывод, что гаишника бить и стрелять может любой, за это никого ни в коем случае не посадят, и максимум, на что можно рассчитывать, это на штраф. А вот если ты пешеход, то в данном случае любого первого попавшегося мента ты бить не можешь, причем, может быть, и попробовал бы, но где-нибудь, например, тайком один на один на ВДНХ, увидел мента, ему в жбан бац, и может быть штраф, а может быть нет. Но, ну, вот она, замечательная справедливость и прайс-лист новости. Никаких пробок в Москве нет и, в принципе, больше не будет. Ближайшие пробки могут появиться только в случае, если по недосмотру на выборах победит Навальный. У нас каких-то жалких 5 баллов, ну, небольшой коллапсик тут на кольцах, чуть-чуть в центре, слегка на вылетных магистралях и на основных трассах Москвы, так что никаких абсолютно пробок нет. Они побеждены. 65, 10, 9, 9 и 6. Начинаем приятное общение. Здравствуйте, Илья. Здравствуйте, Сергей. По поводу прайса на битье сотрудников правоохранительного органа, ну, что еще раз доказываю, что у нас бардак в стране. И бардак как начинает, знаете, рыба гниет с головы, а бардак у нас начинает от судебной системы. Пока у нас не будет судей, судебных органов и законов, которые равны для всех, от премьер-министра до бомжа, мы будем вот слушать, сколько стоит выстрелить и кому, сколько стоит ударить и кому. Поэтому, естественно, заявление, я думаю, что и полицейские, и пострадавшие спидиска, они забрали свои. А раз нет заявления, то, ну, 100 тысяч за то, что побуянил и сделал себе пиар. Я думаю, плохой пиар, тоже пиар. Да, и кто-то узнал о том, что, оказывается, есть какой-то ВИТОС. Да, да, да. Вот видите, я, например, ну, как бы слышал, что кто-то там был с жабрами. Вот такое. Вот сейчас, видите, опять узнали во всех новостях. Там звезда. Но если вернуться к машинам, Сергей, скажите, пожалуйста, Dodge Nitro и Jeep Cherokee не вот последний, а предыдущего поколения? Ну да, тот самый, который Dodge Nitro, он же. Да, 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 да. Они как бы на одной платформе сделаны, а просто Nitro, он вроде бы побольше, у него длиннее, а при этом он почему-то дешевле. Вопрос. Почему? Потому что у него нет в раздатке понижайки, он кроссовер. У него есть полный привод, но при этом он серьезно бороться с бездорожьем не будет. Во-вторых, и по геометрии он под это не заточен. Вы же видели, у него спереди какая штука висит. Такая губа, как... Ну, насколько я знаю, ее можно демонтировать чуток. Ее можно топором отрубить, либо первый булыжник. Потому что она сделана довольно мастерски. Она такая, для элегантного обтекания воздушного потока, чтобы красиво мчаться где-нибудь там все разрешенные 55 миль в час по родной Америке. А джип Cherokee для того, чтобы еще впрыгнуть в буерак и там попытаться на блокировках куда-то все-таки заехать. И джип он по базе, короче. То есть Nitro это более такая домохозяйская версия джипа Cherokee. Ага. Так, ну и по двигателям у них как бы... Одно и то же, да, абсолютно одно и то же. И тем более доджики по сию пору еще встречаются. Они минут 15, наверное, у нас продавались через официальную дилерскую сеть. Потом иссякли. У нас ведь все-таки додж, ну вообще Крайслер, это такой аутсайдер рынка, который показывает, как нельзя. Вот хочешь посмеяться или, например, поплакать? Посмотри, как торгуют, как безнюют бизнесмены из представительства Крайслера. Вот додж как раз, джип и непосредственно Крайслер. У них там продажи две машины в год, четыре машины в год. И вот как раз Nitro тоже не повезло. Он пришел на наш рынок и имел, в общем-то, все шансы. Благо, уж красив так красив. Уж смотрится так смот. Да, великолепен. А тем более, вот очень правильно было угадано. Приличная родословная, замечательная совершенно внешняя подача. И кто из этих людей, у которых полный привод съезжают куда-нибудь в Буэрак? Да никто. Два процента по статистике. Поэтому у машины были блистательные перспективы. Но там сидел такой мощный, мудрый голова Джон Стэк, который в своей жизни, насколько я понимаю, провалил абсолютно все. Сейчас он, кстати, ушел убивать Вольво. Он сейчас из одного кресла выскочил очень аккуратно и сидит в московском предстоительстве Вольво. Я думаю, что теперь Вольво тоже хана. Но вот благодаря в том числе его профессионализму Dodge Nitro в нашей стране не пошел. Впрочем, как и Cherokee, как и все остальное. Хотя Nitro был классный аппарат и смотрелся замечательно. Вот девки, которые на нем сейчас катаются, такие счастливые, такие румяные. Им так это нравится. Это вот как такой очень классный аксессуар. У всех, у остальных дур iPhone, а у меня Dodge Nitro. Видите, какая я крутая. И все понимают, да, действительно. А вот что вы скажете по поводу итальянского дизелька, который там стоит? Потому что, конечно, динтинка, она хороша, но... Вот дизелек на самом деле очень правильный. И у него в родословной есть слово Италия, что потихонечку навевает какую-то подозрительность в отношении макарон. Но при всем при том, он заведомо лучше, чем то, что творят американцы. Вот что называется родная американская сборка при помощи мексиканцев. Она по качеству результативней, хуже, чем итальянцы. Вот на этих итальянских движках ездит довольно много чего по Европе. Молодцы. Есть, конечно, свои нюансы, причем там бывает, что отрубает турбину, и эта штука ползет без турбины дальше. Вот еще... Он турбированный, он турбированный, да? Да. Со времен Чироки, предыдущего, который был у нас прозван кирпичом, когда после рестайлинга он получил дизель на европейский рынок и пришел к нам уже с этим трубодизелем итальянским, ну, у меня был такой прецедент, когда турбина кончилась, а мотор не кончился. Продолжал пыхтеть, ехал. То есть получается, что можно спокойно смотреть и то, и то, потому что по одной и той же машине. Да, да. Разница в том, что одна чуть посимпатичнее и пореже, ну, чисто внешне более редкая, другая, что называется, чуть более ширпотребистая. А как всегда, если вы выходите на вторичный рынок, то задача найти менее убитый экземпляр. Вот и все. Вот какой из них менее убитый, у которого не очень сильно скручен спидометр и честные документы. Вот дизеля поставлялись, да, и на черотке, и на нитрике. Да, 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 да. И почти дизеля. Да, да. Причем это все в европейской сборке, его в Австрии собирали. То есть доз... Своей родной, американо-мексиканской сборки. И он же сейчас Fiat Fremont. И вот он наконец-то тоже пришел в тест-парк, и журналисты на нем поездили. Самое сдержанное, что я слышал по этому поводу, не получилось. Причем это уже заслуга итальянцев. Тут уже, знаете, говорят, ну, у американцев там хотя бы был полный привод. И, ну, и какой-то идиотский мотор, ну, хотя бы мощный. А у итальянцев и мотора нет, и полного привода нет. А ценник остался. И, ко всему прочему, это вообще не едет. И коробка не в адеквате, и с мотором что-то не то. А если приглядеться вот за эти деньги, то оно еще и убого собрано, коряво выглядит, и вообще непонятно, что это такое. Сергей, здравствуйте. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте. Я ваш тез, про фамилию Маковецкий, но никакого отношения к нему не имею. Во-первых, огромное спасибо за передачу. Вот сейчас за рулем еду с работы. Без пробок. Всегда слушаю вас. Вот предыдущая ваша реплика по поводу полицейских инспекторов дорожного регулирования, и моего тезки, потом Сергея, ну, полностью подписываюсь. Но, с другой стороны, если не наказывать за неуважение к власти, ну, ребят, может, не будет. Вот в том-то и дело. Когда менты, поганые менты, едут на своих драных тачках по Москве, и в них вдруг кто-то стреляет, неважно из какой машины, первая реакция, которую они должны себе позволить, это огонь на поражение. Нет. Я здесь двумя ногами, руками, головой за американский принцип. Представитель власти это не прикасает. Да. Пусть он пьяница, пусть он коррупционер, неважно. Вот уважение к закону должно начинаться с соблюдения. Причем с головы, со всех, сверху. Ребята, если транспорт, или поработать таксистом, как вот примерно, чтобы народ зауважал. А то на расстоянии двух километров. Ну, я не хочу качувствовать. Недавно умер близкий человек, у него тренер. И он в полном одиночестве бродил по Питеру. Чего стоило это прохожим? Да, погулять по одному городу, всему городу стоило такого коллапса, что... Ой, я не сомневаюсь. Да? Я там ездил, в эпоху этой нашей госпожи, два стакана. Не-не, полстакана. Вы увеличиваете дозу, полстакана. А понимаете, со временем доза растет. Ну, это имелось в виду стартовая, разминочная с утра. Серег, а теперь маленький вопросик, я долго не буду. У меня так последовательно. Сначала папин старенький, сороковой Москве. Ух ты. Потом новенькая пятерка. Потом новенькая Волга. Господи, спасибо, что ушла. Потом лачек. Отдал соседу, полтора года он на ней ездит, мы не поругались. Можешь прикидывать. Довольный Улг. Сейчас езжу на Киевенге. Ну, не раскручена абсолютно машина. 1-4, механика, славянская сборка, 35 тысяч пробег за год. Что ждать? Да ничего. Она же молодец. Она же красотуля. Ой, не то слово. Ой, не то слово. У нее есть нюансы. Вот ее делали все-таки корейцы для корейцев, несмотря на то, что она полностью европейка. Там есть вот такие трюки, когда вы, например, садитесь на заднее сидение или кто-то, и пытается, схватившись за вот это место для рук, для пальцев, открыть дверь. И рука идет наизлом. Потому что подразумевалось, что это будет либо ребенок, либо кто-то очень маленький по росту. Не европеец явно. То есть есть какие-то вот нюансы, связанные с местом, где творцы ее созидали. Но при всем при том, единственное, почему эта машина не заняла никакого подобающего места на подиуме, это из-за ценника. Вот если бы она стоила дешевле... На соточку. Вот на соточку цены мне было. Ну, уже отдал, уже езжу, доволен. Экономично, мягенько, шустренько. Я метр девяносто пять, цена нуля два пять. И сидим, как кунг к королю. Да, именно так. А, Сергей, вот вспомните, 15 лет тому назад, что такое была фирма Кия? О-о-о. Вот. У нас первая была Део, мы подсели на Узбекске и все качали головами. Да, оказывается, есть машины. А сейчас-то мы узнали, что есть еще лучшие машины. И вот какой прогресс за эти годы фирма, которая, ну, в общем, вызывала как минимум ухмылку. Ухмылку, да. Она делает теперь такие машины. Ну, хорошо, Акея Оптима. Как она дала в нокаут Лексусу. И хотя апологеты Лексуса не признаются, утирают слезы и закрашивают синяки. А тем не менее, вот он, рывок вперед. Пробок по-прежнему нету абсолютно никаких. Всего лишь один балл добавился. 65, 10, 9, 9 и 6. Здравствуйте. Алло. Алло. Здрасте, Виктор. Добрый день. Сергей. Да. У меня такой вопрос. Как-то мы с друзьями в последнее время заметили, что Яндекс в пробке начал как-то по-другому баллы считать. Не было у вас такого ощущения, что то, что раньше у нас называлось 8 баллами, сейчас называется 6 баллами. А то, что раньше было 10, называется 8. Как-то вот иногда просто в 6-бальной пробке можно так застрять в Москве. Именно так и есть. Вот это называется, у нас в стране инфляции нет, и у нас все по-честному. И в районе Яндекс в последнее время вот так вот подлым образом совершенно рассказывает нам о том, как это здорово, что у нас всего лишь 6 баллов. Я помню те времена, когда эта картина называлась цифрой 7 и 8. И это ощущение, вот оно у меня где-то, наверное, уже года полтора, когда Яндекс пересмотрел свою позицию. Причем Яндекс, как я заметил, пересмотрел свою позицию сразу после того, как первых успехов в битве с пробками добился товарищ Собянин. Вот мне так почему-то сильно кажется. Это такое мое субъективное мнение. Ясно. Тогда, значит, я не один такой приятный слышать. Нас двое. Не поскажите? Да. Вот машинка есть, Honda CR-Z. Такая. Она продается в Москве одна, и вот у меня есть идея купить ее или не купить, потому что она мне безумно нравится внешне. И она гибридная, и как-то вроде нанотехнологии. Но с другой стороны, как бы одна, чего ждать. Не знаю, может быть, у вас есть какой-то опыт. Вы скажите что-нибудь. А откуда она взялась такая? Ну, ее притащили из Штатов, покатались на ней, и вот сейчас планируют продавать. То есть это, конечно же, не официальная поставка, это где-то там у сереньких дилерочков. Или это вообще частная, из рук в руки? Это частная, из рук в руки, причем как бы самотащенная. Понятно. Но, Виктор, ведь в приобретении чего бы то ни было, неважно, мобильного телефона, жены, квартиры или машины, очень важно, наверное, самое важное, это удовольствие от покупки. И поскольку вам машина нравится, ее надо взять обязательно. Да, вполне возможно, что она в какой-то момент вам разонравится. Но попробовать, поиграться, посмотреть, получить удовольствие, я бы рискнул. А вот эта электрическая часть, трудно сказать, насколько Хонда в этом отношении большая дока. Тойотовцы, например, молодцы. У них ломает все, что угодно, кроме электрики. Вот самое последнее, что у них подыхает, это как раз все, что связано с аккумуляторами, с зарядкой, с рекуперацией. И если Хондовцы пошли по этому же пути, вполне возможно, что часть элементной базы у них совпадает. То здесь, скорее всего, особого подвоха не будет, даже по нашим соленым зимам. А удовольствие от владения, оно же того стоит, чтобы попробовать. Да, вот это действительно меня подступает. Спасибо, Сергей, вам. Спасибо за ваше мнение, спасибо за передачу. Без вас было бы гораздо тяжелее. Да, а без меня и так тяжело. Иван, здравствуйте. Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте, Иван. В очередной... Алло. Да, да, да. Говорите. Сергей, в общем, в очередной раз хочется сказать спасибо вам за программу. Второй раз дозваниваюсь. Вот. И стоя в несуществующих пробках, назрел вопрос про несуществующую гарантию. Так. Не буду называть марку, не буду называть автосалон, потому что, боюсь, эти товарищи меня запомнили. Вот. А хочется сделать им сюрприз, так сказать. В общем, история следующая. Пробег сейчас где-то в районе 40 тысяч. Автомашина одного известного немецкого бренда. Ну, есть нарекания по сайлентблокам и есть нарекания по текущим амортизаторам. Официальный дилер разводит руками и говорит, что у меня все в порядке. А как бы все при этом процесс развивается. То есть амортиры текут, сайлентблоки продолжают рваться дальше. Да. Да. Это видно невооруженным взглядом. Вот. Ну, в общем, что порекомендуете в борьбе с этими мерзавцами. Вам нужна альтернативная точка зрения. Например, какой-нибудь ДЕКТ. Это независимая экспертиза. Либо другой дилер, у которого вы не находитесь на гарантии. Куда вы приедете, открыть заказ наряд с тем, чтобы просто прикинуться веником и сказать, а вот чего-то там у меня такое. Машина не на гарантии. Сделайте мне, что называется, за деньги. Но только согласуйте со мной, если что-то там серьезное. И они смотрят, то есть заказ наряд, они смотрят, что там. И в последний момент говорите, ой, слушайте, знаете, сейчас денег нету. Вот буквально жена только что шубку купила. Дайте мне вот что там, ваши рекомендации. Дайте мне бумажку официальную, где написано, что у меня, например, текут амортизаторы, что их надо обязательно менять. И что у меня блоки рваны, надо обязательно менять. Я к вам приеду послезавтра с этой же бумажкой, шубу продам от жены и избавлюсь. И вы мне все сделаете. Только вот в качестве напоминания, а то я чайник, и я забуду. У вас будет две бумаги, например, экспертиза и точка зрения другого дилера. После чего вы можете приехать к своему и сказать, значит так. Учитывая, что это небезопасно, то в данном случае есть еще не только неисполнение дилерских обязательств. Есть не только наглость в отношении к качеству продукта. Потому что вы же дилер, вы гарантируете, что делаете лучше, чем на заводе. Но еще и угроза моей жизни и здоровью. И здесь в данном случае с вашей стороны уже проглядывает умысел, чтобы я быстрее убился и к вам перестал ездить. Поэтому, пожалуйста, во-первых, мне сюда начальника, с которым мы будем сейчас разговаривать уже в рамках уголовного кодекса. Во-вторых, книгу отзывов и предложений, куда вы пишете жалобу о том, что они используют в корыстных целях свое служебное положение. И копию этой жалобы в Роспотребнадзор. Роспотребнадзор по городу Москве принимает обращение граждан в электрическом виде. А отписывается в бумажном. После чего прибегают инспекторы, выпучив глаза. И радостно штрафуют всех подряд. Денег вы этих не увидите. Но у дилера будет небольшой убыток. Это понятно. Просто как-то по итогам трехдневного общения с ними, в общем, они особо-то ничего не боятся. То есть вот как-то уже хочется людям настолько жизнь осложнить, насколько они им не осложнят. Они не боятся, Иван, ровно до тех пор, пока у вас идет словесная перепалка. Переведите все это в документальное русло. У нас везде... Ну вот я уже начал переводить в документальное русло. И, видимо, я испорчу им конец лета и начало осени. Я очень надеюсь, во всяком случае, на это. И адвокат вам тоже в помощь, потому что это очень не вредно. И на сайте права руля там сидят бессеребрянники, которые с удовольствием рубятся за наши с вами права. И рассказывают весьма полезные вещи. А если вы меня найдете через Facebook, я вам кину ссылочку. Есть сайт, где как раз юридические победы над дилерами разложены довольно подробно. Либо сами найдете этот сайт. Там очень много интересного. Вот буквально позавчера я получил весточку, как раз, которой на этом сайте еще нету, но скоро будет. О том, как женщина из Сыктывкара, проездив 120 тысяч за два года на своей машине, и машину отдала, и денег получила, и штраф, и компенсацию с официального дилера. Потому что суд первой инстанции об нее вытер ноги. Ну, в суд первой инстанции можно занести. А Верховный суд Республики сказал, а-а, денежки вернуть, машину забрать. И барышня получила сполна все то, что и должна была получить. То есть, одержав согрушительную победу. Вот это очень правильный путь, Иван. Ни в коем случае не давайте спустим. Хорошо, Сергей, обязательно найду от Сыктывкара. Спасибо, вот надеюсь, что победим. Спасибо еще раз. И там уже, Иван, аккуратно напишите мне, кто и что. Потому что, ну, ежели что, я же с представительством расправлено, строюсь удовольствием. Я там просто вам, я думаю, даже фотографии приложу, потому что фотография безобразие наличествует уже. Иван, поборемся, поборемся. Спасибо, Сергей, спасибо большое. Успехов в борьбе, самое главное, ни в коем случае не сдавайтесь. Сразу для всех. Помните, что мы дилеру не должны ничего, а дилер нам обязан. Это его просто работа такая, он нам по жизни обязан. Вот с утра встал дилер, весь собирательный образ дилера, шнурки завязал, кофе выпил, все, он нам обязан. Здравствуйте, Виталий. Алло, Сергей, добрый вечер. Здрасте. Для меня однократно название. В вопросе такой, имеется машинка, Skoda 1.8, механика. Ух ты. Вот, кстати, купил по вашему же совету, когда вызванивался к вам. Огромное спасибо, хорошая машинка. Хорошая. Ну вот, единственное, сейчас пробег 40 тысяч, вот, и начинается сцепление немножко на 5-6 бухсовать. Ух ты, странно. Приезжал к официалам, вот, они сказали, что это вряд ли гарантийный случай, но я, на всякий случай, все бумаги взял, где рекомендация по замене сцепления и все остальное. Так, так, так. И... Вообще, они, конечно, мечтают вам сказать о том, что это вы сами виноваты, что сцепление должно прожить было всего лишь 40 тысяч, а на самом деле случай гарантийный. И, опять-таки, попробуйте сыграть на разных дилерах. Дилеров много. Поезжайте к тому, который вам все за деньги, поконсультируйтесь. Потому как сцепление 40 тысяч не живет, оно живет 100-120 тысяч. Конечно, можно убить и за 800 километров. И машину целиком, и сцепление, и движок заклинить не проблема. Но у «Шкоды» бывают такие косяки. Сильно подозреваю, что вашей вины в этом нет. Поэтому продолжайте выедать им печень. Активно. И, как всегда, только на бумажном уровне. Не серии «он мне сказал, а я ему ответил», а серии «я им написал», они мне отписали. Потому что у вас должны быть документы, где со временем будет уже прорисовываться состав преступления с их стороны. Сергей, а вот такой тогда еще вопрос. Машина просто чипованная. Если не видит чиповку, то это сразу все отменяется. И, грубо говоря, моя вина, да? Чиповка, да. Потому что чип меняет в том числе и параметры двигателя, и в том числе крутящий момент. И здесь вполне возможно, что... А почему, кстати, вы чиповали? Вам что, мало было этих лошадиных сил? Ну да, ничего мало. Ух ты. И что? Вот вы сколько прибавили? Ну, было 152, сейчас 211. Да, то есть вы сильно отчиповали. И это дало какой результат? Вот вы добились того, чего хотели? У вас что, динамика возросла разгонная? Ну да. Всего добился, но, опять же, привыкаю. То есть, наверное, дальше по-другому. А по расходу топлива у вас что? Ничего, не днем. Даже 0,100. И бензин у вас при этом тоже самое, 95-й? Ну, 95-й, 98-й. Череду. 98-й. Это более правильно, под 212 лошадиных сил. Не стараюсь, да. Да. Но, Виталий, вот здесь уже не получается однозначной картины вины дилера. Потому что на чипованном моторе сцепление должно было накрыться в первую очередь. Ага. Спрашивается, почему? Ведь это же как раз уже ваша ответственность. Вы на это пошли? Вы расчете на то, что машина будет только лишь быстрее ездить и у нее никакого износа не будет увеличенного? То есть, вы же не настолько наивны? Есть по 50-й, по 60-й, больше тысячи. Маленький пример. Я просто зимой, наверное, немножко подпалил, когда не снялся, вроде бы. Ну, знаете как, чтобы на 5-й и на 6-й вы там что, подшипник, вы там пружину подпалили. Не очень складывается картина того, что у вас там непосредственно не работает. Но поскольку мотор чипованный в любом случае, то мне здесь уже дилера жалко, потому как бороться с ним неправедный путь. Ну, ему же макнуть жалко. Да, но одно дело, когда они остаются в рамках своих полномочий и регламентов, а другое дело, когда вы приходите и говорите, а вот я тут, извините, небольшой термоядерный ускоритель поставил, но почему-то машину размазала об телеграфный столб. Вы не могли бы мне ее починить за свой счет? Уже нет. Потому как вы изменили характеристики. Знаете, если бы у вас было бы 260 лошадиных сил, 270, то есть такой софт-вариант, ну, туда-сюда. Но 212, у вас через какое-то время начнется проблема уже по всему остальному мотору, тем более, судя по всему, вы ездите достаточно темпераментно. И ведь вы же хотели разгонную динамику. Вам же важно было не только крейсерская скорость, чтобы вы улетели 250, вам важно еще было первым со светофора, или я ошибаюсь? Все правильно. То есть первым со светофора у вас пошла нагрузка на сцепление, у вас пошла нагрузка на коробку, на шрусы, то есть на всю систему, тем более у вас еще, особенно если, не дай бог, где-нибудь там что-нибудь скользкое, то есть у вас все четыре, у вас еще и муфта тут же, и после этого предъявлять какие бы то ни было претензии я официальному делю просто нечестно. Можно? Ну, после машины я коробку поменял, это тоже, но... Что значит, вы коробку поменяли? Вы ее когда поменяли? Ну, тоже примерно на 40 тысяч на машину. Вы коробку поменяли почему? Потому что у нее что? Разорвало. Виталий, с этого надо было начинать. Я измордовал машину, я завязал ей в лоскуты коробку, у меня сейчас накрывается сцепление, скажите, что делать? В этой связи все что угодно, только ни в коем случае не идти к дилеру, дилер не виноват. Новости. Пробок нет и не предвидится, всего лишь 7 баллов стало. Вот видите, каждые 15 минут добавляется по одному баллу, но пробок действительно нет. Всего лишь кольцо, всего лишь второе кольцо, ну тут в центре немножко, в ритм и магистрали, опять-таки никаких пробок нет. Предыдущий звонивший Виталий меня очень разочаровал. Я люблю честную борьбу, я не люблю нечестную борьбу. Ну что ж, печально. 6510996, Денис, здравствуйте. Алло, здравствуйте, Сергей, первый раз зазвонил, если бы хотел. Здрасте. Сергей, вот такой вопросик, вот слушав о них вашу передачу, вы упомянули Мазду с X5. Сказали, что вроде бы машинка-то вроде ничего, но, так сказать, присутствует в ней зум-зум. В частности, сказали, что вроде двигатель там такой очень специфический. Вот хотелось бы очень поподробнее, потому что планируем на приобретение этот автомобиль. И, так сказать, тема уже утрепительная. Ну вот это тот редкий случай, когда, Денис, когда вполне разумным будет походить по форумам и посмотреть, какое количество людей в течение зимы громко стонало на весь интернет о том, что она не завелась. Вот она, новенькая, хорошенькая машинка. Подходишь к ней, аккуратно отогреваешь ладошками зум-зум, поворачиваешь ключ на старт, а она не заводится. Искра зверь слона убьет, а не шиша не схватывает, как было в одном классическом произведении. Для новой машины это позор. Но чисто технологически, конечно, потрясающая степень сжатия, тем более, что никто не понимает, что такое степень сжатия и зачем она нафиг сдалась. Но это так здорово, вы знаете, это же SkyActiv, а у него степень сжатия, а это же ураган, а это же потрясающе, а это же очень здорово. А она не заводится. А все остальное здорово, тем более, в сравнении с предыдущими балалайками, CX-5, она уже и по салону приличная, там уже и сидится получше, и материалы достойные. И вообще машина сориентирована на Америку. Если европейцу было важно то, как она едет, то американцу абсолютно без разницы, как она едет. Главное, сколько Big Mac туда может загрузить, в том числе и в себе самом. Вот Mazda CX-5, она как раз под новую идеологию. Но зато Mazda CX-5 мне чем дорога? Это единственная машина, в которой я наконец-то понял, где находится зум-зум. Когда она была презентована во Франкфурте, два года тому назад, то я открыл багажник, а у него в багажнике там была наклейка зум-зум. Я до сих пор не знаю, что это, я знаю, где это. Это в заднице. Вот у Mazda CX-5 зум-зум живет в заднице. Это здорово. Я хоть теперь разобрался. Ну, наполовину. Осталось понять, что это. Причем, когда сами маздовцы, вы обратили внимание, что у них в рекламе зум-зум произносится таким стыдливым шепотом. Они так шепчут «зум-зум». И удивительно то, что для японцев вот этот звук, который мы воспринимаем как какую-то часть фотоаппарата, вот трансфокатор у фотоаппарата называется зумом. Зуммирование кадра, это вот приближение. И здесь какая-то вот этимологическая близость ощущается. А ничего подобного. Японцы считают, что это двигатель так звучит. Это на наш русский язык переводится как «брынь-брынь». Почему же тогда таким позорным шепотом? Это потому, что уже сдохло. Два раза пописать осталось и копыткой дрыгнуло. Все. Ну, видимо, так оно и есть. И мазница Х5 как раз полностью оправдывает вот это вот шептание такое. Вкратчивое, знаете, а мы тут брынь-брынь, мы тут едем. Мы тут крадемся. Потому что самое главное в мазнице Х5, это где находится зум-зум. И вы там же окажетесь. И все это должно быть тихонечко. Да, потому что это мы раньше ездили быстро. А сейчас мы теперь крадемся. Вот такая вот машина. И на форумах количество людей, у которых она не завелась, они в полнейшем изумлении по этому поводу. Потому что уже выросло поколение людей, воспитанных на том, что иномарка, новая, дилерская, она заводится всегда. Это по умолчанию. Нет, оказывается, не по умолчанию. Это по ГОСТу. Кстати, у нас же ГОСТы снизили. У нас теперь дизеля должны заводиться при минус 12, а бензиновые моторы, по-моему, при минус 15. А дальше не должны. То есть у нас, согласно ГОСТу и требованиям НАМИ, в стране наступило вечное лето. Вот они как раз в ГОСТ уложились. Потому что, ну, где-то там при минус 5 она заводится. А вот дальше как повезет. О, хорошо. А еще вопросик. Просто как бы выбирали уж CX-5 и Kia Sportage. Что можно сказать о Kia Sportage? Kia Sportage более разумная машина, в отличие от Mazda CX-5. И кроме того, что она более красивая, она уступает... Ну, красиво как бы здесь на вкус и цвет. Да, да, да. Но, знаете, что хорошо, и то, и другое вы быстро сдадите, если не понравилось. Идеология Mazda это попытка Азиата, угадать европейца, не утруждая себя пониманием Европы. А Kia это делегирование полномочий европейцам из серии. Ребят, вы тут знаете, да? Вы тут немцы все. Вы в основном все из Рюссельхайма. Слушайте, сделайте нам так, чтобы вам же самим нравилось. Разницу подходов ощущаете? Ну, в принципе, что-то начинает. Да, вот и, соответственно, Sportage получился хорошим европейским автомобилем. В нем азиатского только шильдик на капотике написано, что это Kia. Все остальное это Европа. Абсолютная Европа. И машина по всему на голову выше, интереснее и лучше. Есть определенные моменты спорные, но при всем при том аппарат классный. И у него, конечно, фантастический дизель двухлитровый. Это вы про 184 лошади? Да, 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 да. Ну, я смогу подорожить, конечно. Ладно, спасибо большое вам. Денис, успехов вам в поисках зум-зума в остальных автомобилях. Лев, здравствуйте. Здравствуйте, Сергей Степанович. Не первый раз с вами общаюсь. Ваш искренний поклонник. Лев, я до сих пор не знаю вашего отчества. Несмотря на то, что... Сергеевич, Сергеевич, я как-то на Facebook вам писал, да. Итак, значит, вопрос совершенно тривиальный. Своей молодой и красивой жене забираем машинку. Сейчас она Opel и вот на Astria, правда, предыдущий кузов, 1.8, и гоняет очень неплохо. Но захотелось ей что-то покрупнее. И вот мы между Honda и CR-V, про CX-5 я сейчас уже минут 10 все выслушал, и, что удивительно, глянулась Toyota RAV4 новая, ну, чисто внешне. То есть мы не любим тупой вот этот старт, когда машина в пробке едет только на 5000 оборотов. То есть привыкли к высокому крутящему моменту на низах. И дальше вот, что бы еще вы посоветовали в этом треугольнике? Ну, в этом треугольнике все рассчитано, опять-таки, на среднестатистическую американку, которая со старта едет нежно, потому что у нее задача по жизни все-таки получить зубами Big Mac, а не скорость ускорения. Я даже свою вот Honda Accord расчиповал, то есть снял задержку педали газа. Потому что это прямо вот, не знаю, прикинь. Ну, да, немножко смущает. Вроде бы вы получили спортивный тренажер, а выяснилось, что его пока не пнешь, он как гордая птица не полетит. Да-да, как диванчик. Да, да. У RAV4 там, в принципе, такой многообещающий моторчик 2.5. Вроде бы он что-то должен как-то. Но они все задушенные, тем более, по Евро-5. А Mazda, кстати, она вообще по Евро-6. А вот после Евро-3 машины, в принципе, ехать перестали. Евро-4... Ну, при возможности раздушить машину, есть, скажем, специалист неплохой, что бы тогда посоветовались? Может быть, раз-4... Тогда без разницы... Нет, Лев, тогда не иначе. Тогда, поскольку вы знаете свои технические дальнейшие шаги, то есть вы понимаете, что жена купит шубку, а с нафталином или с апельсиновыми корками вы будете разбираться уже сами. Главное, чтобы она определилась, какая шубка, какой длины, какого зверя. Поэтому пусть она посмотрит, что ей вот больше нравится. Здесь же очень важно. Сидится удобно, поясница хорошо, сумка рядом, зеркала. Пусть она определится, что ей подходит. И после того, как она вынесет свой вердикт и скажет, что вот эту красную... Да, кстати, как она называется? А, Санг-Йонг? Вы скажете, нет, только нет. Ну, красная же. Ну, к примеру, такой сценарий тоже есть. Ну, угадали, у нее сейчас красненькая. Стериотипом вот так и есть. Увы, иногда даже белый айфон бывает еще в придачу. Это совсем. Совсем от нас. Итого, Лев Сергеевич, пусть она определится, пусть она скажет вот это, вы возьмете ей это красное, после чего скажете, ну, сейчас, на пару дней к своему другу. И тогда это начнет летать. Но дальше, главное, чтобы не было как с Виталием на ЕТИ-18, который звонил. То есть, по-моему, 500 лошади не прибавляют ни в коем разе. То есть, там только убавляется задержка. Да, тем более, знаете как, Виталий машину разлохматил, а после этого почему-то обиделся на дилера. Непонятно почему. Итого, если у вас есть ответы на незаданные женой вопросы, берите то, что ей понравится. Потому что спорить женщине бесполезно. Вот если вы скажете ей, нет, это плохо, давай возьмем то, что хорошо, а она с вами не согласится, весь период эксплуатации вы будете конфликтовать по ерунде, по поводу того, что за одни и те же деньги могли купить другую машину. Спрашивайте, зачем? Спасибо, Сергей Степанович. Помню вас, побежал на тест-драйв. Кстати, посмотрите еще в таком случае какую-нибудь Subaru, которая XV. Она, с одной стороны, кроссовер, она очень неплохо едет, и ей вместо того, чтобы пытаться, например, добавить динамики, ей нужно добавить шумоизоляцию. У этой машины есть огромный плюс. С надежностями, потому что Subaru в последнее время хромые. Да, хромые, конечно. Ну, ваша жена сколько будет на ней ездить? Ну, годика-два. Ну, вот и все. Она даже 100 тысяч за два года не наездит? Нет, нет, абсолютно. То есть вы ее отдадите через два года где-нибудь с пробегом тысяч в 35-40? При этом она может быть даже оранжевой, красивой и высокой, потому что она по просвету как раз получается уже кроссовером. Но что хорошо, вот, например, она включила любимую музыку, дверь захлопнула, осторожно, все громко слышно, потому что звукоизоляции там нету вообще никакой. Вот если на это потратиться, то в остальном она даже на вариаторе неплохо едет. Я понял. Гляньте. А женщину такая машина всегда украсит. Александр, здравствуйте. Здравствуйте. Последние минуты матча, Александр. Да, Сергей, я очень рад, что дозвонился до вас, наконец-то. Я тоже рад. Я звонил уже, наверное, неделю. Ну вот и у меня удача сегодня. Да, понедельник такой день. Да. У меня вот такой вопрос, Сергей. Вот сейчас очень много рекламы объявлений. Я, кстати, тут по салонам поездил. Распродают машины в Ачете 12-го года. Да. И чего удивительно, чего удивительно, в салонах их нету, и говорят, они все на складах. Вот мне кажется, это что-то не то они делают. Здесь, с одной стороны, какое-то количество товарных машин осталось, а с другой стороны, это обман, и это как раз самая хорошая приманка для развода. Потому что машина Лацетти, Лачетти, всем известная, все знают, что у нее очень много плюсов и очень мало минусов. На нее можно придумать хорошую цену. А когда вы придете в салон, это будет бандитская разводка во дворе, на пятачке асфальта, где еще валяется два трупа и пять жигулей, дранах. И вы со своими деньгами. Вот как раз Лацетти, она является очень хорошим аппаратом для, в качестве привлечения, например, приманка. Там как раз бесплатный сыр и рядом мышеловка. И группа мордоворотов, которые ждут вас с деньгами, к сожалению. Потому что это не официальные дилеры, это вот те самые, которые прикидываются серыми. Они даже не серые, они совсем черные. Ну, я так и понял, Сергей, в общем-то, я с ними даже и не стал. Потому что я говорю, можно посмотреть мне эту машину? Они говорят, нет, на складе. Вот когда будете оформлять, тогда мы вам покажем. Но я сразу сказал, до свидания, ушел. Сергей, вот еще такой вопрос. Вот и опять же насчет Киорио. Они у нас сейчас существуют как бы и в старом кузове и уже как бы пошли в новых кузовах. В чем различие, а? Это две разные машины. Та, которая Киорио новая, то, что называется новый кузов, это же Солярис. Это совершенно другой автомобиль. И с мотором 1.6 на механике это Ураган. Это гоночная машина. Если можете себе позволить, позволяйте. До завтра. Продолжение следует.